расскажу про этот нож сделанный в украине австрийская сталь n 690 длина клинка 130 миллиметров ширина клинка 35 миллиметров толщина 4 две вставочки рокл буйвола африканского нож называется густав я его назвал в честь африканского крокодила как символично буйвол из африки а густав тоже из тех краев был бы урок другой потолще и рукоять соответственно тоже могла бы быть другой я выслал этот рок в украину рок лося и мне сделал мастер нож рок с охот с косом хабаровского края я люблю этим ножом резать рыбу он хорошо режет рыбу мороженую в том числе сегодня у меня рыбы нету а есть такой экзотический фрукт ананас его мы и будем резать просто ничего сверхъестественного нет в этом просто решил прикусить сегодня у меня водичка боржоми а а а а а а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сталь очень хорошая N690 Даже не в этом дело Мастер очень отлично все делает Очень внимательно Конечно в лесу Нужен маленький практичный нож Но Мастер не делает Маленькие ножи Сегодня у нас 19 июня Дождь прошелся Этот нож конечно вы видели уже на других обзорах Я с ним всегда хожу День следующий 22 июня 2022 год Сегодня я в лес вообще не торопился Потому что Сегодня самый длинный день Солнцестояние Этим мне и нравится этот день Все можно успеть Или почти все Все De troisième Игорь 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 Поехали. 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 Семечки надо птицам. Поехали. 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 Продают в магазинах. Продают до сих пор. От этого никуда не деться. От пакетов целлофановых я отказался. Альтернатива термопакеты для меня, где внутри фольга. Но я до сих пор пользуюсь пластиковыми боксами. Пока что ими пользуюсь. От них еще не готов отказаться. Зверей и птиц надо подкармливать. Особенно зимой. Сейчас лето. Осенью, когда будут яблоки, они все равно гниют в садах. Я принесу и на первый категат, и особенно на второй надо угостить лосей. Я направляюсь на второй категат. И мимо еду попалась черемуха. Как я уже говорил, если будете делать чай, не спутайте лист черемухи от листа волчьей ягоды. Шесть долек этого шоколада заменяло чашечку кофе. Но я не представляю, как можно съесть за раз шесть долек шоколада. Вот у меня кончился этот шоколад. Сюда я положу бересту. Надо было все-таки потоньше взять. Вот эти баночки удобные. Лучше, чем от крема для обуви. Все. Береста для растопки. Если есть возможность, когда вы путешествуете по лесу, есть возможность, никогда не берите с собой мачете, топор. Особенно мачете. У нас северные леса. Можно веток и так наломать. Сухих много. Нет необходимости. Не берите с собой топор. Возьмите пилу. Но если вы взяли в руки топор, идя в лес, помните, если вы поранитесь в пяти километрах или в десяти в глуби леса, то вас никто не спасет. вы будете сами себе доктор. Так что, если берете топор в лес, берите с собой аптечку, бинты. Одним не ограничитесь. На всякий случай берите три-четыре. отложите на день три, если перед этим вам снился плохой сон. сейчас я хочу показать нож в деле. У него, конечно, не такие режущие качества, как у углеродистой стали. Но все увидите. Но зато этим ножом хорошо резать мороженую рыбу, мясо. мне дизайн ножа нравится. И что сталь австрийская, как я заказывал. Конечно, картошку таким не порежешь, потому что 35 миллиметров толщина стали и четыре обух. Тут море компаньон шведский, у которого обух 3 миллиметра. И то не так картошку чистить удобно. Вот что получилось. через несколько минут эта березовая чайная ложка будет. Тяжело, конечно, работать с этим ножом, но я сдаваться не привык. Я обязательно покажу вам работы и доработаю нож другим шведским ножом только. А этот нож тоже хороший, сделанный из австрийской стали в Украине. В следующем выпуске я вам покажу, как получилась чайная ложка и еще расскажу, как я спас в том году в июле девочку. Не то, что спас. Никто бы ее не съел там. Просто она испугалась и я ей помог. А чтоб эту историю не пропустить, подписывайтесь на этот канал, жмите на колокольчик и будет много всего интересного. Я, конечно, не хочу поднимать рейтинги и никогда не буду назвать это видео спас девочку 15 или 14 лет. зачем мне нужно? Пусть это будет где-нибудь в глуби этого видоса, а он будет называться по-другому. Вкратце я просто оправдал свое название «Непобедимый викинг» и помог девочке пойти дальше к себе домой, увел, можно так сказать, ее от двух пьяных дядек. Ну, все, благополучно, счастливым завершением эта история июль 2021 год. Точнее, июль. Иду на первый катэгат. Непобедимый викинг, унгэшлаган викинг. «Семья, кто унo...» «Семья». «Семья» «Семья». Продолжение следует...